Рано утром мы попрощались с городом Грозный и отправились через чеченские горы покорять красоты Дагестана. Уже буквально через пару часов мы поднимались по серпантину, уходящему далеко в облака. На лобовом стекле образовался конденсат из-за повышенной влажности. Все же что-то есть в этом атмосферное. Ехать в облаках туда, где ты еще ни разу не был. Еще пару километров и вот мы уже над облаками. Ощущения непередаваемые. Первая достопримечательность на пути – это озеро Казино А.М. Оно возникло после горного обвала, который перекрыл поймы местных рек. Высокогорное озеро Казино А.М – самое большое по площади озера Чечни и Большого Кавказа. Расположено на границе Чечни и Дагестана. Воздух в этом районе очень чистый. Здесь водится эльзинамская форель, занесенная в Красную книгу. На берегу можно встретить беседки для отдыха и шашлыков. Здесь же находится база отдыха. Неподалеку от нее расположено старинное поселение Хой, которое называют мертвым городом или селением стражников. На данный момент село восстанавливают полным ходом в первозданном виде. В некоторых домах уже можно увидеть, как жили обитатели этих мест, их быт и культуру. Такой вот музей под открытым небом. А если забраться на высокую башню, находящуюся там, то перед тобой открывается потрясающий вид на сам город и горы. Мы насладились видами, попрощались с Чечней и поехали в Глубь Дагестана. Глубь Дагестана. Глубь Дагестана. Глубь Дагестана. стало селение Хунзах, которое являлось столицей Аварского ханства, существовавшего с 12 по 19 век, и также знаменитый водопад Тобот. Он считается одним из самых высоких водопадов не только в городе Глубь Дагестана, но и на всей территории Северного Кавказа. То есть смотреть его советует в мае – июне, когда река Тобот наиболее полноводная. Начинало смеркаться. Место ночевки мы заранее запланировали в Гунибе. На подъезде к городу нас остановила дорожно-патрульная служба с требованием покушать у них в кафе. Тут же подбежал мужчина, ну, видимо, хозяин заведения, с криком «Ну-ка, быстро паркуемся и идем кушать!». Не растерявшись, мы так и сделали. Зайдя в кафе, мы увидели, что первый зал был женский. Следом за ним сразу шел мужской. Перед нами предстало большое помещение с тремя длинными столами, накрытое огромным количеством блюд местной кухни и вмещающим как минимум человек 60. Мы сели за один из столов, новое блюдо приносили без остановки. Покушав и пообщавшись с местными, мы вышли на улицу и сели в машину. Честно, мы были крайне удивлены этой ситуацией, при том, что с нас не взяли ни копейки. Только впоследствии мы узнали, что в Дагестане принято делать хорошие дела. Просто так, особенно в Рамадан. На подъезде к городу у нас сложилось впечатление, что мы попали в сказку. В темноте были видны огоньки домов и казалось, что город построен вертикально внутри скалы. Такое по-настоящему завораживает. В Гунибе мы переночевали в уютном гостевом доме. За завтраком поболтали с хозяином дома о местных достопримечательностях и отправились смотреть живую историю и красоты этих мест. Первой на пути нам попалась беседка имама Шамиля. Именно в этом месте в 1859 году встретились имам Шамиль и князь Борятинский, для того, чтобы поставить точку в Кавказской войне. Недалеко от беседки находится Царская поляна. В честь визита императора Александра II здесь был дан завтрак для офицеров. Есть легенда, что к приезду императора в Гунибе не нашлось достаточного количества столов и стульев. Поэтому пришлось искать ровное место, где можно было бы вырыть траншеи, заменив ими кухонную мебель. Этим местом и стал лук верхней части Гуниба, впоследствии названный Царской поляной. Следующим местом на нашем пути была Гунибская крепость. Это место – последний оплот имама Шамиля. Войска Шамиля удерживали вершину несколько дней, после чего было принято решение о капитуляции. Это место хранит память о гордых горцах. Сама крепость была построена позже, для гарнизона русских войск. Дальше по маршруту этого дня находился покинутый аварский аул – Гамсутль. Честно, мы не ожидали, что туда нужно так долго подниматься. Мы не взяли с собой ни капли воды, о чем впоследствии пожалели. Гамсутль – это заброшенный аул. Историки ставят его по возрасту наравне с Дербентом, а это, если что, около пяти тысяч лет. В середине 60-х годов 20 века жители начали покидать аул, переселяясь в более развитые поселения, либо уезжали в города. Но в 90-е годы в аул вернулся один из его жителей – Абдул-Жаил Абдул-Жаилов. Он поселился в своем старом доме и держал хозяйство вплоть до 2015 года. В том же году и его не стало. Сейчас сюда ходит большое количество туристов. Горный аул стал исторической достопримечательностью. Спустившись с горы и собравшись силами, мы поехали на Карадахскую теснину. От стоянки до самого ущелья идти примерно 15 минут. Ущелье протяженностью почти полкилометра, с возвышающимися стенами высотой до 170 метров. Перед прогулкой желательно надеть треккинговую обувь. На маршруте встречаются большие камни, речушка, текущая по ущелью, скользкие участки дороги, лестницы и самодельные переправы. В некоторых местах придется карабкаться по камням. До конца ущелья мы добрались, когда уже начинало смеркаться. Насладившись красотами и немного передохнув, мы пошли обратно. В начале тропы перед ущельем стоит Чайхана, где можно перекусить, что, собственно, мы и сделали под конец нашего маршрута. Следующей точкой нашего путешествия был Дербент, где мы забронировали гостиницу у Каспийского моря. Просыпаться с утра с видом на море – непередаваемое ощущение. Прогулявшись по пляжу, мы отправились смотреть город. Первым на нашем пути оказался дом Петра. Тут раньше располагалась землянка Петра Первого, в которой первый российский император останавливался во время пребывания в Дербенте. Конечно же, нам очень хотелось посмотреть Дербентский рынок. Пройдясь по верхнему базару, мы решили взять специи для себя и друзей в качестве сувениров. На рынке можно приобрести знаменитый дагестанский сыр, фрукты, овощи, мясо. Следующим местом был музей ковров и прикладного искусства. Находится он в здании старой армянской церкви. Здесь представлены достижения таких ремесел, как ковроткачество, гончарное дело, керамика и художественная обработка металла. Без умения ткать ковры девушкам в этих местах практически невозможно было выйти замуж. Поэтому этому ремеслу их начинали учить практически с самого раннего детства. Напротив ковров располагаются металлические кувшины. Их использовали девушки для водных процедур в женских банях. По кувшину можно было узнать статус женщины. Более выпуклые принадлежали замужним особам. Более узкие говорили о том, что у девушки еще нет жениха. Большая часть первозданного города находится в его верхней части, ближе к крепости. Здесь можно пройтись по узким улочкам, которые передают дух этого места, зайти в Джума-мечеть, женские бани и посетить различные исторические музеи и постройки. Мы же направились прямиком в цитадель Наренкала. Первое упоминание о ней датируется седьмым веком до нашей эры. Возведена она для обороны от набегов северных племен. Помимо самой цитадели, здесь можно посмотреть ханские бани, подземные тюрьмы, музей и дворец. Прогулявшись по окрестностям цитадели, мы спустились обратно в гостиницу, и оставшийся день просто отдыхали, после такого насыщенного графика. На следующий день Артему стало плохо от тяжелой местной кухни, и я отправился смотреть город один. Мне было интересно пройти по пляжу до косы, а после заглянуть на довольно необычную достопримечательность – городское кладбище. На пляже оказалось довольно много рыбаков, в основном ловят бычков, но также рассчитывают поймать более крупную рыбу. Перед косой я вышел на Дербентскую набережную, довольно симпатичное место, посередине которого стоит красивая двухэтажная ротонда с видом на море. На самой косе на данный момент активно ведутся строительные работы, видимо в ближайшем будущем там откроют отель или кафе. Также в этом месте недалеко от пляжа в море плавают аквалангисты, скорее всего там есть на что посмотреть под водой. Дальше мой путь вел на кладбище. Прямо перед ним мне повстречался такой же турист, как я. Поболтав немного о красоте вечернего Дербента, местных достопримечательностях, мы попрощались и я зашел на древнее кладбище – Крыхляр. Оно, кстати, считается одним из самых древних, сохранившихся на территории Кавказа. Здесь находится мавзолей правительницы Дербента, Тути Бики и святыня 40 мучеников. Атмосфера здесь, конечно, очень умиротворенная. Походив по кладбищу, я отправился в сторону нашей гостиницы. По пути мне встретился местный житель, который представился как дед Зорик. Мы разговаривали с ним о местной рыбалке, красивых местах, о жизни в Дербенте. Он предложил стать нашим гидом и показать местные красоты – священную гору Шабулсдак и Самурский лес. Под конец беседы вообще предложил переехать к нему, чтобы не платить за отель. Угостил лепешками, чаем. Такое гостеприимство, конечно, поражает. Обменявшись с ним телефонами, я отправился в гостиницу. Но, к сожалению, из-за того, что Артему было нехорошо, мы решили отказаться от предложения деда Зорика. С утра мы все же решили заехать глянуть в Самурский лес. На посту ДПС перед мостом нас остановили, чтобы проверить документы и записать в книжку, так как рядом с лесом находится граница с Азербайджаном. Также из-за этого запрещено заходить в некоторые места. В какой-то момент мы перестали понимать, куда нам ехать и остановились. К нам подъехал пограничник и любезно предложил показать, откуда стоит начать любоваться лесом. Также он предупредил нас, что дальше находится святое место, и праздно гулять здесь не стоит, чего мы, собственно, и не планировали. Для этих мест такой лес, конечно, настоящее чудо. С деревьев свисают подсохшие лианы, которые набираются сил ближе к лету. Пройдясь вглубь, мы как раз и наткнулись на святое место. Из домика вышел мужчина в годах и сказал, что с удовольствием угостил бы нас чаем. Но в Рамадан из-за отсутствия паломников ничего не подготовил. Предложил обязательно зайти позже. В сторону машины мы возвращались вместе с ним. По дороге узнали, что это место настолько зеленое только в мае, а к середине лета все потихоньку желтеет из-за жары. Следующий наш остановочный пункт – это Махачкала. Доехали мы туда ближе к вечеру, перекусили в кафе и прошлись по ночной набережной. Мужички, играющие в нарды и шахматы на свежем воздухе, родители с детьми и туристы гуляют здесь допоздна. Необычным показалось то, что железнодорожные пути идут вдоль набережной. Вид из окна поезда в этих местах должен быть прекрасен. Прогулявшись, мы пошли спать. Ранним утром мы сходили посмотреть на городской пляж. Забавно то, что голуби вытеснили местных чаек с пляжа напрочь. Где поесть Рамадан с утра в Махачкале, задача оказалась не из простых. Просидев 30 минут в ожидании официанта в кафе нашей гостиницы, мы плюнули и пошли искать перекус в городе. Спустя еще где-то минут 30 мы наткнулись на работающую кофейню. Подкрепившись кофейком и круассанами, мы поехали смотреть центральную джума мечеть в Махачкале. При ее постройке архитектор вдохновился голубой мечетью, находящейся в Стамбуле. Мечеть относительно новая, построена была в 1996 году. Как и в прошлой мечети, первый этаж предназначен для мужчин, а второй, на котором располагаются балконы, для женщин. Вход сюда свободный, кроме времени богослужений. Дальше на нашем пути был Бархан-Сыркум. Это крупнейшая одиночная песчаная гора в мире. Ее высота достигает 250 метров, а длина около 12 километров. Ученые до сих пор спорят о том, как образовался бархан. Считается, что его надуло из песков, образовавшихся при разрушении хребтов. На территории Сыркума обитает большое количество живности, как опасной, так и не очень. Ядовитые змеи, скорпионы, фаланги, тарантулы, бабочки, кузнечики и жабы. Нам довелось увидеть лишь существо, напоминающее ящерицу, которое мастерски маскировалось под окружающую среду. После Бархана мы отправились смотреть Карабудахенские пещеры. Доехав до забитой по навигатору точки, мы поняли, что пещеры не так-то и просто найти. Искали мы их минут 30. И погуглив информацию о них, решили, что игра не стоит свеч. И поехали дальше, чтобы не терять попусту время. На пути нас ждал Сулакский каньон. На подъезде к каньону мы увидели пост охраны. На данный момент это особо охраняемая территория. Здесь находится важный стратегический объект – Меалтинская ГЭС. И попасть туда можно, только заранее зарегистрировавшись в туристической группе, либо с местным жителем, проживающим в этих местах. На въезде нас встретил Муртазали и провез через пост охраны и длинный тоннель. Довез он нас до самих катеров, которые катают по каньону, недалеко от села Забутли. Подождав минут 10, мы погрузились в катер и поехали смотреть красоты каньона. Глубина каньона достигает 1920 метров, а его протяженность около 53 километров. Он считается одним из самых глубоких в мире. Для сравнения, он глубже на 120 метров всеми известного большого каньона, расположенного в США, штате Аризона. Вода здесь безумно голубого цвета. По бокам каньона в некоторых местах стекают небольшие речки-водопады. Откуда берется вода в них, до сих пор гадают. Район активно развивается для туристов. В скором времени здесь можно будет снять номер или домик, находясь в самом каньоне. Вообще вся территория близ каньона активно развивается. Прогулка на катере нас неплохо взбодрила. После спокойной и умеренной езды на машине, самое оно пронестись ветерком, да еще по такому красивейшему месту. Это каньон. Здесь будут гостиничные номера. Здесь катают на катерях, показывают, где это все водопады. Идут почти километров 14, если не больше. Летом здесь просто супер. Понимаю? Все хорошо. Что стоит покушать в Дагестане? Вот прям национальные блюда, которые советуете? В Дагестане можно приехать, к примеру, к нам. Вот сейчас вы находитесь у нас в гостях с зуботлями атлетов. Здесь можно покушать рыбу. Это в форелевых хозяйствах. Рыба здесь самая основная получается. Те, кто приезжает, в основном пробует. Ну, разновидности блюд пробует, но рыба в первую очередь. Здесь гостеприимные люди очень хорошие. Вам все покажут, объяснят, расскажут. Примут дома. То есть дружелюбно? Никто не украдет? Никогда такого не было. Так что любое время ждем вас. Приезжайте. Всегда будем рады. А вот девушкам как лучше сюда приезжать? Девушкам по одежде. Пожалуйста, приезжайте, закрыть ими, насколько можно. Ну, парням, да, достаточно, конечно, джинсы в шортиках не ходить. Ну, нежелательно. Спасибо. Вам тоже спасибо. Очень приятно было, короче. Взаимно. Ну, надеюсь, мы еще увидимся, встретимся. Пусть приезжают все. Смело. Мы будем всех принимать. После Муртазали пригласил на свой ресторан «Кавказ», находящийся рядом с селом Мятли, попробовать местное блюдо – форель. Пройдя мини-экскурсию по заведению, мы уселись за стол. Муртазали рассказывал нам о будущих планах этого места и о том, что уже есть. В какой-то момент нас прервали, принеся деликатес. Рыба оказалась очень вкусной и сочной. Еще нас очень впечатлил изумрудный чай. Это чай на основе местных трав. Гостеприимный горный Дагестан оставил нас самые яркие впечатления и эмоции. Путешествие подходит к концу. Мы проложили наш путь в город Элисту, столицу и крупнейший город Республики Калмыкия. В Элисту мы прибыли ночью и с утра пошли смотреть золотую обитель Будды Шакьемунни, которая находится напротив мотеля Байкпост, в котором мы и ночевали. Это крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия и один из крупнейших буддийских храмов во всей Европе. Он был открыт в декабре 2005 года. Его высота достигает 63 метров, а внутри расположена огромная статуя Будды высотой 9 метров. Нам пришлось немного подождать перед тем, как войти в храм, так как в то время внутри проходила церемония. Спустя каких-то 20 минут мы попали внутрь и ощутили на себе атмосферу буддийского храма. Затем еще раз прогулялись по окрестностям и пошли в сторону машины. Наша поездка подходит к концу. Мы успели посетить множество красивейших мест на юге России. Югом мы насладились по полной. Было жарко. Было холодно. Было очень по-разному. Поездка получилась очень насыщенной. Даже в каком-то плане, может быть, даже перенасыщенной. Но мы не успевали. Да, скорее всего. У нас как-то постоянно надвижим. Мы быстро-быстро-быстро посмотреть это, посмотреть то, посмотреть все. Передвигались между гостиницами. Все-таки, возможно, вот пройдя этот путь, который мы прошли, можно предположить, что был смысл разделить эту поездку на две. После первой части мы немного подустали и хотелось небольшого отдыха, такого недельного, чтобы продолжить отдохнуть, переварить прошлые впечатления и начать насыщаться новыми впечатлениями. Но мы справились и так. Нам все понравилось. Все было прекрасно и хорошо. Получили много кайфа. Теперь наш маршрут. Эта дорога обратна. И осталась только одна конечная точка путешествия. Домой. Не доехав буквально 200 километров до дома, у нас случилась неприятность. Закончился бензин. Причем на необслуживаемом участке трассы. И Артему, как не уследившему за топливной стрелкой, пришлось идти с заправки и обратно с канистрой. Я надеюсь, в этом видео каждый нашел для себя что-то полезное. А может, кто-то даже решится повторить этот путь. В любом случае, если тебе понравился этот фильм, не забудь поддержать меня, поставить лайк и подписаться на канал. Это стимулирует меня снимать и делать больше подобного контента. Субтитры создавал DimaTorzok